Без малого 10 веков пришлось преодолеть парикмахерскому делу на пути от непрестижного ремесла до высокого искусства. Сегодня потомки Бродобреев и Цирюльников осваивают это тонкое мастерство всего за 6 месяцев. Образование закройщик портной, творческий человек, но не очень мне это понравилось. Но все равно ногти, маникюрная парикмахерская, мне больше по душе. Я попробовала, мне понравилось. Так Ольга Шульга сменила нитки-иголки на ножницы и утюжки. Свою бьюти-карьеру девушка начала с курсов профессионально-технического колледжа. С первого дня занятий только практика. В учебном мини-салоне развивает моторику рук и умение работать с клиентами. Скоро девушка получит 4-й начальный разряд и сможет устроиться на работу. Получается. Ну, каждого, конечно, по-разному. Нужно все равно, как бы, во всем опыт нужен. Учеба в школе дает базовые знания, а специалистов готовят вузы и профтехучилища. И даже если нет нужного образования, его всегда можно получить. Рабочие руки – одни из самых востребованных на рынке труда. Не хватает швей, продавцов, монтажников, водителей. По каждой из дефицитных профессий предлагают обучение или переобучение. Бесплатно. Так и Александр Рак. Полтора года назад удачно сменил работу. 8 месяцев потребовалось, чтобы переквалифицироваться из водителя в машиниста электропоезда. Необходимо было обратиться в службу занятости для постановки на учет. Потом с направлением прийти сюда в депо. Нас закрепляли за старшими машинистами, которые уже проработали десятки лет здесь. Они нам обучали АЗы все и давали заключение уже машинисты-инструктор. И тогда уже только получали удостоверение на право ездить в одно лицо. Переобучиться или устроиться на временную работу. Было бы желание, а возможность найдется. Даже если есть мечта попробовать себя в бизнесе. Яркая хлестка. Это еще легко сказано. Таисия и Алексей с нуля создали бренд одежды для фанов электронной музыки. Открытие проекта стало возможным после получения от города субсидий на развитие бизнеса. На эти деньги удалось снять помещение, сделать ремонт и закупить некоторое оборудование. Ну вообще идея сама возникла после того, как я поняла, что в Белоруссии очень сложно найти какую-то необычную одежду. Но такая потребность есть. Поэтому появилась идея попытаться заполнить вот эту вот нишу. Броски и эклектичное пальто, ветровки и бомберы за полгода работы ателье поселились не только в гардеробах представителей электропанк-культуры, но и известных столичных модников. Последняя коллекция, которую недавно мы самостоятельно показывали, куда пришло 500 человек, между прочим, мы сами удивились, состоит из четырех блоков. Следовательно, четыре композиции музыки, музыкальных я написал для каждого. Вот эта четвертая называется «Голден буржуа». Самая типа элитная, дорогая, необычная. Там люди все пищали, когда в этом шли. Сегодня самые смелые и креативные идеи при умело составленном бизнес-плане можно монетизировать. Город готов не только поддержать финансово, но и предоставить помещение с нулевой арендой. Наталья Кузьмиска, Андрей Христин. О тех, кто нашел работу по душе в твоем городе.